С 2014 года российская армия не только разрушает города и села, убивает мирных украинцев, но и наносит колоссальный ущерб окружающей среде. А с начала полномасштабного вторжения России в Украину, российское командование перешло к практике террора. Таким масштабным терактом стал подрыв Каховской ГЭС. Российское преступление, квалифицирующееся как экоцит, забрало жизни граждан Украины. Нанесло значительный ущерб экономике и экологии региона. Я не думаю, что реакция мира на этот экоцит была достаточной. Я вообще не думаю, что любая реакция является достаточной, потому что эта жестокость, просто не хватает слов, чтобы ее описать. Мы должны громче говорить об этом, должны информировать, и мы также должны помнить, что этот случай, к сожалению, не уникален. Это лишь один пример полномасштабной агрессии. Россия планирует следующие теракты, предупреждает украинская разведка. Подрыв Запорожской атомной станции и химического завода «Крымский Титан» может стать частью плана Кремля. Безусловно, есть большие риски не только для Украины. Если что-то произойдет в Запорожье, это будет во много раз больше и хуже катастрофы в Чернобыле. Мы говорим об этом каждый день в Украине. Это большой повод для беспокойства по всему миру. Кремль демонстрирует всему миру, что проблемы экологии не входят в сферу интересов российской власти. Федерации объявили Всемирный фонд дикой природы нежелательной организацией. Правительство любой тоталитарной страны считает присутствие международных организаций на своей территории угрозой своей власти, своей монополии на власть. Кейс со Всемирным фондом дикой природы не уникален. В конце мая российская генпрокуратура признала нежелательным и Greenpeace. Авторитетная международная организация якобы угрожала основам конституционного строя России. Пока Москва стремится уничтожить все живое, Украина думает, как восстанавливать территории и окружающую среду. Мы не сдадимся, пока Россия не покинет Украину. И, безусловно, Россия должна быть привлечена к ответственности за преступления против Украины. По данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, пятая часть заповедного фонда страны пострадала от российской агрессии. Под оккупацией находятся 10 национальных природных парков, 8 заповедников, 2 биосферных заповедника. Около 600 видов растений и 750 видов животных, в том числе краснокнижных, оказались под угрозой уничтожения. Это не исчерпывающий перечень преступлений страны-оккупанта. Однако мы продолжаем тщательно их фиксировать, чтобы предъявить агрессору счет после нашей победы. Руслан Стрелец, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Фейсбук. Подсчитать экологические потери от российской агрессии, привлечь к ответственности виновных и разработать план по восстановлению. Основные задачи Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны. Первое – это оценка всего того вреда, всех преступлений, которые причинили нашей экосистеме, нашей природе. Второе – это разработка механизмов по привлечению к ответственности Российской Федерации за все эти преступления. Сегодня никто не может посчитать, сколько нам понадобится времени и денег, чтобы восстановить и как восстановить. И все эта группа будет нарабатывать как рекомендации. Юлия Грановская для телеканала Freedom.